Знакомый показал, да вот тут Бубновского упражнения, все это хорошо, кстати этот мой знакомый приобрел тренажеры различные, на них занимался и здорово ему помогло, я позанимался как-то, но не так уж много как думалось, не ощутил какого-то эффекта который был бы, но тем не менее занимался, вот узнал про медовый массаж и вот тут мы как бы сказать все наглядно, как начали делать, вот здесь были реальные улучшения, но тоже все остановилось где-то вот со спиной еще более-менее, а с плечами как-то вот она остановилась и толку особо никакого и вот совершенно случайно я узнаю от своего другого знакомого друга детства, с которым мы там жили в одном доме на одной лестничной клетке, вот о книге американского врача, который говорит, что это мол фигня, это следствие наших переживаний, которые концентрируются вокруг позвоночника, то есть наши мысли, эмоции, особенно негативные, имеют такое свойство оседать там где имеется напряжение, а в организме в позвоночный стул поддерживают вот эти вот мышцы, если бы они их не поддерживали, сразу бы так ты упал бы, помимо того, что есть разгибатели, там разгибатели, но если вот эти вот тонические мышцы, которые поддерживают позвоночный стул и вот вокруг них начинают скапливаться вот эти вот эмоциональная энергетика, которая делает их еще более, как бы сказать, черствыми, более напряженными, более скованными и отсюда возникают проблемы, поэтому первое решение всех этих болей, это все эти проблемы к херам собачьим послать, вот так, чтобы как-то ты вот это почувствовал, что они хотя бы это осознать, это уже влияет на состояние нашей спины, поясницы вот, ну я примерно так подставил, все это как-то, как-то должен каждый по-своему это подставить, но тем не менее, пристал, да пошло оно там туда-сюда и как-то получилось, потихонечку начал отпускать, вдобавок я, значит, что начал делать еще, вот я иду и иногда мысленно представляю, что так от области затылка, так у меня, как, значит, такая волна идет, энергетическая, которая так как вода промывает все, промывает все, вымывает все там из поясницы, из копчика, потому что там еще проблемы возникают, и плюс тазобедренные суставы там, все идет как-то в связке вот, я это иногда представляю, и потихонечку, полегонечку, дело как-то пошло на лад, на лад, на лад, на лад я перестал это особо замечать, и вот регулярно гуляю для того, чтобы почувствовать, что если ты встал с утра там имеется какое-то там напряжение, скованность, чтобы во время прогулки оно там ушло можно-то там растягивать, или еще что-то там делать занимался и этим, то есть чем только не занимался ну, главное регулярно заниматься ну, почему-то растяжка у меня и на поясничной части не пошла я, по-моему, начинаю растягиваться, и такое впечатление, как идет смещение позвонков куда-то и не уходит со своей нужной траекторией, и возникает вот какое-то неудобство там, так мягко сказать ну, вот такое вот было и сейчас я еще увидел упражнение Андрея Арянова, который там делает, ему посоветовал один врач вот так примерно начинать хотя бы с 5 секунд и дальше все дольше и дольше для того, чтобы тренировались как раз вот эти вот статические мышцы, которые держат позвоночник ну, примерно вот так вот потихонечку раз то есть как раз тренируются вот эти вот тонические мышцы сразу чувствуются причем поясницы, тазобедренного сустава вот это то, что вот так вот разваливается каждый человек может по-своему к этому относиться у каждого все идет где-то по-своему но тем не менее лично я доволен потому что я хожу наклоняюсь ну, грубо говоря особо не чувствую то, что со мной было то есть можно себя довести до инвалидности когда было очень плохо вот я решил сделать МРТ позвоночника и я вам его покажу сделали ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду в этой трубе вот врач из Воронежа, значит, его расшифровал там позвонил, мы поговорили значит, ее заключение со спиной все плохо имеется там-то, там-то еще что-то там у меня имеется ага ну, а я говорю а это а лечение в чем а в лечении и не знаю в чем да вот витаминчики поколоть там физиотерапевтические процедуры поделать короче просветить и увидеть это одно а вот грубо говоря восстановить это совершенно иное просветить и увидеть они научились вот она у тебя тут вот она здесь кстати это я покажу вам все эти снимки у меня сохранились а вот как восстановиться нет и как начинаешь свою голову прикладывать к решению этой проблемы а для этого смотришь читаешь пробуешь анализируешь думаешь видишь и начинает получаться это моя шея насколько я понимаю шейный отдел шейный отдел заключение картина дистрофических изменений шейного отдела позвоночника осложненных грыжеобразованием с 3 4 с 4 5 с 5 6 с 6 7 протрузии диска с 7 гемангиома с 7 позвоночником антилистез позвонков грыжи шмоля в телах с 5 с 7 позвонков с 6 естественно участки жировой дегенерации костного мозга признаки деформирующего спондилеза на уровне с 4 с 7 сегментов спондилеза на уровне сегментов сколиоз асимметрия диаметра сегментация отделов позвоночных отелей экстра арканиальных отделов позвоночных отелей рекомендация консультанта и так далее это было сделано 2 12 16 это отдел грудной отдел позвоночника дистрофических изменений грудного отдела позвоночника полисегментная протрузия дисков с 7 ну тх 2 3 тх 3 4 тх 5 6 тх 8 9 тх 10 11 гемангиомы позвонков так равномерно передняя клиновидная деформация тела т8 позвонка грыжи шмоля в телах т5 тире 12 позвонков признаки деформирующего спондилеза на уровне сегментов спондилеза на уровне 7 сколиоз а это моя поясница кстати тут они заметили что там в почках кто знает может разглядеть мне конечно интересно но я предпочитаю жить а не в страхе думать что же дальше будет это крестец мой крестец кишочки срез короче занятная конечно вещь посмотреть что тут как тут а где тут что тут куда тут вылезла где залезла а это пояснично крестцовый отдел позвоночника с диагнозом дарзальной грыжи позвонков диффузии муфузии хоть сейчас в гроб ложись заключение картина дистрафических изменений пояснично крестцового отдела позвоночника осложнения грыжеобразованием L1-2 L2-3 L3-4 L4-5 L5 S1 протрузия диска TH12 L1 нерезко выраженные активные воспалительные изменения в телах позвонков L1 L2 Л2 в виде отека костного мозга Ёхан и Бабай участки жировых дегенераций костного мозга так L2 рыжий шмоль а в позвонках L1 S-1 позвонков гемангиомы позвонков признаки деформирующих спондилеза на уровне сегментов спондилеза на уровне таких-то сегментов сколиоз МП картинно-дистофических изменений крестцово-копчиково-отдела позвоночника признаки артроза крестцово-копчиково-созлиния простая киста правой почки КЛАСПО это было сделано 2-го 12-го в 16-м году сейчас идет уже 18-й год с таким диагнозом согласно их уже давно бы там лежал бы на паярковой даче однако как вы видите ну по крайней мере вот я хожу хожу и могу даже пробежать что я и сделаю там что-то у меня интересное в организме будет сотрясение сильнее сотрясение сильнее по крайней мере какие такие сильные работа плечевых суставах получше посильнее Включились легкие в работу Идет настройка Усилилась нагрузка на ягодицы Легкие развернулись Хорошечно, одним словом Хорошечно